В сфере развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг. Налоговое поступление в местный бюджет от малого среднего бизнеса в 2014 году составило 39% от налоговых доходов местного бюджета. В рамках действующей муниципальной программы по развитию предпринимательства в 2014 году было проведено через инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, в Центр развития предпринимательства в Бюджетске было оказано почти 21 тысячи услуг, что на 50% больше, чем в 2013 году. Продолжил свою работу программу микрофинансирования предпринимателей через Центр развития предпринимательства. В 2014 году было вывозено 9 микрозаймов на общую сумму 1,6 тысяч рублей. Администрация города приняла участие в областном конкурсе на свое финансирование муниципальных программ, в результате которого в исполнителе из областного федерального бюджета было поручено 4 миллиона 200 тысяч рублей. Это позволило выдать 17 грантов на начало 18-го года. Причем если в 30-м году мы выдавали по 100 тысяч рублей, то в 2014 году сумма гранта составила 250 тысяч рублей. 13-м году технических предприятий приняли участие в областной программе поддержки моих предпринимателей в Нижегородской области. В результате технические предприниматели получили компенсацию первого взноса по договору лизинга оборудования грантов на создание собственного дела на общую сумму 5 миллионов 300 тысяч рублей. В городском оборудове бизнес, в городском бизнес-инкубаторе по итогам двух комплексных отборов президента было заключено 5 договоров. По итогам года разрешено 11 компаний на 28 рабочих мест. Уже время? Мы не торопим. Мы вроде как. За одежду. Еще 5 минут у меня так же подокладываю, я поставлю позицию. А вот за одежду, пожалуйста, вот поддержка. Есть ли какая-то вот обычная? Да. В сфере трансферной связи. Организовывала новая домашняя маршрутка на город, 4 следующие от северных ворот до отверстия. В сфере инфекционной политики в 2014 году сумма инвестиций в основной капитал составила 15 миллиардов 300 миллионов рублей. Или 143 процента к уровню 2012 года. Это наибольший результат на последние 10 лет. Данная цифра указана в счетном уважении в инфекционные проекты, реализованные по программе развития производительных сил городского коммуникации в 2012-2020 годах. Были визуны более 80 инфекционных проектов. Среди них такие значения, как производство металлургического оборудования ВОКО, интеллектуальные системы. Инвестиционный проект «Сибурн-Нехтехим» по реконструкции производства ордисиэтилена и гликори. Завод на производство флаги, компонентов «Боршопластик» и многие другие. В рамках реализации инфекционного проекта металлургического оборудования ВОКО в городе Держинске начало благоустройство Набежной Ретерна. Работы продолжены в 2015 году, уже длится к своему завершению. Завершилось строительство автомобильной дороги к территории в Кабричном парке Держинск-Восточный. Там софинансированы 50 на 50 с областью в размере 108 миллионов долларов. В 2014 году по выполнению комплекс работы по формированию земельных участков по строительству второго бизнеса инкубатора. Сейчас проводится профинфицирование. В сфере распределения и приватизации жилья. В 2014 году было предоставлено три заменимых денежных выплаты на строительство и приобретение жилого помещения в Миром Ветераном Великой Отечественной Войны зашил в связи с федеральным бюджетом. Также были предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 25 молодых семей в рамках исполнения неведомства и целью программы. В рамках исполнения неведомства и целью программы обеспечения жилья и работе по бюджетной сфере в городе. В рамках исполнения неведомства и целью программы переселения гражданами из аварийного жилищного фон на территории города. В рамках исполнения на 13-15 годы было 70 семей из 8 домов, признанные аварийными. В этом году по данной программе также заключены договоры на предоставление жителей из аварийных домов 37 квартир. Также в 2014 году были приобретены квартиры детям-серодам и детям остались без побечения родителей. Их было 11. В сфере бюджетной политики перейдем к завершению уже. План по налогам и налоговым доходам городского бюджета выполнен на 91-70 годы. Мероприятия по развитию собственной налоговой базы и получению дополнительных доходов в бюджет городского округа исполнены полным объемом. Бюджет на 2015 год и главный период 2016-2017 годов готов впервые сформирован программ в формате на основе 9 муниципальных программ. Расходы на служение муниципальных долгов снижены, спланировали в начале 2014 года 87,5 млн. рублей до 38,7 млн. рублей. Ну, наверное, на этом я закончу. Разребление меня уже пожимает. Практически основные выражения из федерации, уважаемые депутаты, вам даю. Я только, пожалуйста, уважаю его результаты. Вопросы для младчика. Вопросы для младчика. Вопросы для младчика. Все хорошо, бойтесь. Сюда, рамки. Пожалуйста, врусадка речи. Ваши младчика, в этом году перевезли ленточку перинатального центра. И у нас освобождается в связи с этим очень много помещений, которые были заняты учреждениями здравоохранения. Это помещение, третий родильный дом, помещение, которое расположено на Свердлово 31В. Это первый родильный дом и еще несколько помещений. Есть ли какие-то предложения у администрации для того, чтобы учитывать, что эти помещения, вся собственность областная. Есть ли какие-то предложения у администрации, чтобы в перспективе эти здания использовать для медицинских целей, для Хорда Дзержинцева. Я думаю, что здесь, наверное, надо пожелания медиков учесть и эти пожелания в Нижнем отправить. Обязательно. Предыдущий приезд к губернатору мы с Владимиром Анатольевичем обсуждали с губернатором как раз вопрос передачи в общих зданий. Наших домов, у нас их три, на проспекте женского 19-го родителя дома, номер один, перевоз до Пиковой, 14-я, и на проспекте Свердлово, 31-я, там женская консультация. У нас сформировал ряд предложений, в том числе и с главврачами. Ну, действительно, зачитать это, да? Можно послушать? Давайте. Вот на Дзержинске О-15 наше предложение, оно сейчас рассматривается в Министерстве здравоохранения, это передать это здание городской больницы номер один. А в той клинике? Городской больнице номер один, вывод и размещение социальная палеотивная помощь. Помните, такая тема у нас была? На вы. Да, да, да. Вот именно вот это мы предложили вместе с главврачами передать вот это назначение. По переводу Пикова передать также детской специализированной больнице, медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля. Тоже нормальное предложение, по-моему, устроить. И по проспекту Свердлово это здание передать врачебную скульптурную диспансер. Переченье мы, наверное. Да? Переченье мы, наверное. Да, переченье мы. Вот такие предложения. Но, опять, не знаю, какая имена, что я не согласится, нет, но мы считаем это самое реальное предложение, которое мы ждали. Спасибо. И еще вопрос, который я могу некоторых раз задать. Это Пирогово-7. Два года здание стоит после ремонта. Единственное, что нужно, 2 миллиона 800 для того, чтобы приобрести мебель. И наши медики, те, которые в очереди стоят, те, которые приедут по договорам, чтобы можно было разместить. Как решается вопрос? Да, мы сами очень учатим вот это замечательно отремонтированное помещение передать нашим гражданам, в первую очередь, можно нуждающимся, работникам нищих классификаций в медицинской сферы. На эту новую, которая на следующие, до 18 июня, мы с вами предложили, мы сейчас рассмотрим. Поэтому, сомн, поддерживайте. Пожалуйста, депутат, я был уникал. Но у меня тот же вопрос, в том же разрезе. Насколько нам известно стало, что уже, по-моему, одно помещение уже область продала. Нет, это детско-инфекционная больница, номер 11, они, по-моему, три раза уже на торге выставляют. Вот сейчас, или третий раз. Ну, хорошо, они уже пытаются продать, но фактически, городской имуществ. Поэтому, а такое пожелание, чтобы усилить, ускорить эту работу, чтобы, на самом деле, у нас наши, так скажем, освободившиеся помещения, и мы не ушли в табло. Обязательно. И мы тоже, Владимир, в следующем разговоре на этапе, с фурирующим, подразумевшим губернатором, подошел на номероскому коммунику, Дмитрий Горгиевич. Слава, не мог просьбу передать эти помещения 11-й больнице. Оно не пойдет под медицину, потому что там создание требует снос. Там бы, очень неплохо, писалось бы, строительство нескольких квартирных домов. Спасибо. Вот, может, не продадут, передадут нам продадут, будем уже развивать ответственность. Пожалуйста, сфотографируйте. Геннадий Вячеславович, первый вопрос у меня о безумности экономики. Скажите, пожалуйста, сравнив результаты деятельности Города администрации, в частности, 2014-2012. Значит, я задам несколько вопросов, скажите, пожалуйста, цифры. Значит, сумма кредитовской задолженности на 1 января 2015 года, по саммению, сумма кредитовской задолженности на 1 января 2014 года. А сколько там выросло, увеличилось, уменьшилось? На кредитовской задолженности выше 40 млн. рублей. А сколько увеличилась, на сомнение с показателем на 1 января 2014 года? Я, у меня нет адреса, я тоже. Мы уже открылись докладом, почему мне есть? Задайте вопрос. Ну, Владислав, поводите меня, это интересует, куда за кредитовские задолженности. У нас увеличилось порядка на 20, на 40, ну, точно, около 20 миллионов, то, что касается кредитов, то, что касается кредитовской задолженности, тут у нас вся, которая образовалась в течение года, это у нас наконец будет, мы прекрасно понимаем, что у них все передачи. Сумма, сумма, давайте в цифрах. 230 миллионов. 230 миллионов плюс. Следующий вопрос. Значит, сумма денежных средств в остатках на счетах, которые были у нас на 1 мая 2014 и 2015 года, увеличились, уменьшились, остались такими же сумма 30 миллионов. То есть, от того получается минус 260 миллионов. Но, и на лично получат за общего цифру минус 470 миллионов на прошлой Думе, финансовый результат. Нет, я, с ваших слов, я другую цифру выделил. Вы сказали 470, меньше. Значит, вот, как бы сказать, по экономике. Выполнение, согласно там отчету, данных отчета, выполнение 91,70%, то есть, на мой взгляд, это не выполнение того плана, который был запомнирован. Следующий вопрос. Из вопроса жилищного хозяйства. Вы сказали, что у нас группа, там, отдел жилищного контроля, администрация, провел 47 проверок. Скажите, пожалуйста, Геннадий Числович, а сколько человек входит в этот отдел? Уважаемый депутат, я сказал, что 47 проверок, которые далее идут, а так у нас проверок проведено в 2014 году, а этим жилищным отделом более 400. По заявлению граждан. Сколько человек работает в отделе? Пять или шесть. Пять человек. Следующий вопрос. Вы при проведении проверки данным отделом по ситуации по УДМ, и были выгодные результаты, которые откатились на снижение нагрузки по уплате УДМ за электричество на граждан в УДМ? Конечно, выгодные, потому что... Сколько, сколько, значит, намокнуть таких результатов, а сколько и было сонок? Ну, запросите данные, вам ответят. Я должен на память помнить, конечно, что... Ну, не знаю, что у вас. Это только у вас может. Следующий вопрос. По плугустройству. Вы говорили, я могу так замечать у нас разоборка на программу комплексного благоустройства. А считаете ли вы заправедливое воспределение дворов по плугустройству в прошлом году, когда у нас отдельные круга получились 17 домов, а отдельные получили ноль? Да, я считаю, справедливые. То есть жители данных кругов, где было ноль, благоустройства домов, они чем-то провинились перед баллами инстации? А жители ничего не провинились, мы выполняем ремонт там, где комиссия наша признает их сообразно. А что это за комиссия? ЖКХ. Что, комиссия же, да? Да, я убеждаю, согласовываю. То есть это ваше решение? Моя решение. Хорошо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Илья Вячеславович, у нас по 2014 году, значит, что касается экологии, да, то есть бюджет выполнен на 2%. Вы считаете работу успешной? Да, вопновление. Извините, тот бюджет, который запланировал администрацию города Бежонка, свой бюджет, мы выполним практически на 100%. Но я считаю, что цифры, цифры данные на экологических бюджетах 2% волнения. Те деньги, которые выделены из федерального бюджета и областного бюджета на реализацию программы, ликвидации на крупные экологические ущербы, вы не исполнены, и все об этом знают. Почему не исполнены? А потому что полномочия уже в 2014 году по одному объекту будет передано. проекты с Нергородской области по Белому морю. Работы, конкурсы разыграны, работы ведутся, сейчас корректируется документация в рамках проведения государственных экологических экспертизов, так как изменилось законодательство, мы вынуждены это сделать. Основный последний вопрос у меня касается, что столица, подселка для магазинных семей. Значит, у нас, скажите по вопросу, Скин, Вячеславович, два вопроса. Два вопроса. Когда ваш сотрудник, допустим, на рамке, скажем, директора департамента, представляет вас там на комитет, да, то есть делает официальное заявление, общественность воспринимает это как мнение администрации или его личное мнение? И второй вопрос. По вашему мнению, у нас весна заканчивается 31 мая или все-таки несколько более поздний срок? Не знаю, как у вас у нас 31 мая весна заканчивается. Первый вопрос. Что, где будет продолжать, где-то есть в рамки, да? Александр Васильевич, голос рассказал следующий, что до конца реста, значит, все кондикации поселка, прямо на этих семей, будут запущены. Да, это несколько раз. Я не сомневаюсь, что, ладно, было так и такие сроки. То есть опять что-то произошло, это, что здесь неизимное обстоятельство, которое... Не объективное и субъективное обстоятельство, но я не скрываю, что фирма-подрядчик не исполняет свои обязательства по данному контракту. Пожалуйста, депутат Геннадий Читович, я хочу напомнить нам всем, либо вы, которые у меня на округе. Вы знаете, что идут суды, и, к сожалению, до сих пор мы судимся, потому что предприниматель обжаловал решение последнего суда. Но у меня новый вопрос. Дело в том, что в среду я была на округе, и тот же самый предприниматель теперь застраивает Свердлого 72. Это зеленая зона, это напротив дома, прямо перед окнами быстро поставлены уже столбы капитальные, и якобы он будет расширяться. Дело в том, что мы должны сделать тротуар, прогулочную зону. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то, я не знаю, служба, которая отслеживает такие моменты? Естественно, у нас работает земельный контроль. В администрации я дам еще рекомендуем правильную законность, но... Я уже не думаю, что вы дали разрешение, чтобы захватить еще территорию зеленого. Нет, я не думаю, что сейчас не Семенец, не предприниматель Сечер, самовольно захватывает территорию, не хотели не было. Но информацию проверим, а что касается Литвы, а Литвы, ну, вы знаете, в норме. Иск в суд отправлен на приведение земельного участка в надлежащее состояние и снос ограждения. Ну, я прошу просто взять на контроль церва 72-шки, потому что мне опять не пришлось ввести суды и уступиваться. Уважаемые коллеги, слово предоставляет Литвы Чеснокова, Литвы Александрович, есть предложение, я не заслоню. Спасибо. У меня нет вопросов к главе администрации, но я все же воспользуюсь этим видео. У меня время, чтобы дать оценку его деятельности. Я не знаю, кто после выборов в сентябре 2015 года будет находиться в Городской Думе, кто из них еще новеньких городской администрации будет остаться на своих местах, но я знаю точно, что глава администрации города Держевска после выборов в сентябре 2015 года будет другой человек. Я думаю, что эти вещи очевидны и для всех, даже если никто об этом слух не говорит, кроме меня. Может быть, она не очевидна Игнарию Вячеславовичу и его правительство пресс-службам, единственное. Осенью 2012 года в Городской Думе была совершена серьезная ошибка. Когда была утверждена кандидатура главы администрации, я искренне сожалею о том, что я и мои друзья, которые голосовали против вашего назначения, не смогли убедить депутатский корпус не совершать ошибку. Мы тогда были правы. Мы только ошибались в одном, в оценке катастроф, которую вы принесете этому городу. Геннадий Вячеславович, вы самый слабый, самый неудачный руководитель городской администрации за последние годы. Вам давалось слово... Я в 2012 году вашему предшественнику. Уважаемые коллеги, я еще раз вам повторяю, по рекламенту проведения заседания. Вам давалось слово для вопроса главы администрации, но не для выступления. Может быть, у меня вопрос касается. Уважаемые коллеги, надо уважать друг друга. Все присутствующие в зале. Пожалуйста, уважаемые коллеги, какие будут предложения? Пожалуйста, депутаты. У меня два вопроса. В каких работных программах мы участвовали в 2014 году? И второй вопрос. Сколько мы выделили квартир детям-сиротам в соблюдении? На второй вопрос я ответил 11 детям-сиротам в прошедшем году. Практически мы участвуем во всех. Можно назвать какие-то значения? Ну, опять же, и программы расселения, и аварийный фонд, и расселение... Я могу назвать, а не все программы у нас. Нужно ли она называется? Практически во всех программах мы не... Особенно мы участвуем во всех программах правительства Нижнегородской области, где возможно софинансировать. Спасибо. Во всех программах. Я вам заверяю. И у нас договор с губернатором, с правительством, что муниципалитет участвует во всех программах, где возможно софинансировать нашу бюджету. Спасибо. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, какие будут предложения? Ну, в самую случае. Выступим в предложение, проголосовать проект решений в целом. Проект решений в целом. Ну, хочу тоже, в принципе, дать оценку с вами. Можно просто регламент, пишем вопросы, потом у нас... Своё выступление, свою оценку за ним путём голосования. Валерий Ильич, дайте выставку. Ну, это, Георгиевич, вы можете давать каким угодно путём. Я дам картинки, каким... Уважаемые депутаты, после того, как поступит к администрации, вопросы задали депутат, праве выступить по отчётам права администрации. Пожалуйста, уважаемые коллеги, кто желает выступить? Пожалуйста, депутат Ильин Владимирович. Ну, я постараюсь ещё коротко, да, там, и максимально безэмоционально. Значит, если быть объективным, да, то есть оценят деятельность главы администрации в целом в 2014 году, я не могу сказать, что там, всё в городе было плохо, катастофично и ужасно. Нет, конечно, были, безусловно, хорошие, сильные достижения. В частности, в области культуры, у меня, там, нет никакой возможности выставить иму оценку, как там, отлично. Я считаю, что это будет серьёзный проект. Значит, что касается тех моментов, которые... На основании которых я себе оценку ставил несколькими. По экономике мы разобрали. Экономические результаты, по сравнению с 2013 годом, у нас через 2013 годом, условно, улучшение экономических показателей, поэтому оценка экономики 2. Значит, дальше. По жилищно-коммунальному хозяйству. Ну, для меня, там, выбор такой вот, там, комиссии, когда у нас абсолютно несправедливо распределение благоустройства дворовых территорий, означает, что у нас есть одни жители вегированные, а другие жители не вегированные. Поэтому оценка 2. Значит, следующий момент. Что касается строительства многодетных матерей, да, то есть многодетных родителей. Значит, у нас этот проект, который, на самом деле, это в президентской программе, затянули все возможные, все мыслимые, мыслимые сроки, поэтому за это 2. Значит, ситуация по улице Петрищево, когда у нас, наоборот, пытались поставить, открыть, как бы, строительство дом и 1200 жителей улиц Петрищево, этих домов о крестах, просто там, паснули вот на часе, за это 2. Значит, следующий момент. Ситуация у нас с ликвидацией экологического ущерба, я вообще работаю по экологии. А чем-то оценка, сами говорили за себя. 2 пациента это позор, это 2. В целом у меня все. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые коллеги. 2 слова. Пожалуйста, депутатчик, на 2. Я все это продолжу и закончу. В 2012 году я вашему предшественнику поставил 2 за итогом его работы. Там тоже такие слайды были красивые. Вам я за... вам оценка, если бы это можно было сделать, я поставил бы 0. Эта цифра очень хорошо характеризует вашу работу на посту в глаза администрации. У меня все. Пожалуйста, депутат Парковник. У меня, конечно, целый ряд претензий тоже есть к работе администрации. В частности, я уже который год говорю еще предыдущему мэру, собственно говоря, что нельзя работать без экономического блока. Он сегодня, по сути дела, у нас отсутствует. И поэтому мы имеем большие проблемы, в частности, в муниципальных предприятиях. Будь то МУК, Экспресс, МУК, КЖП. Сегодня ведутся разговор о том, что надо бы возродить некое предприятие муниципальное по вопросам благоустройства. Вот если был бы у вас экономист, заместитель Геннадий Владимирович, он бы вам все по-плодочкам разложил. Нужно ли создавать или не нужно создавать? Какой это даст экономический эффект? Какой это даст нагрузку на бюджет? И так далее. Сегодня меня, конечно, беспокоит, я это тоже регулярно говорю, то, что сегодня набрались только кредитов, что, по сути дела, мы по рукам и ногам связаны. Под 100 миллионов рублей в год будем платить только проценты. Только проценты. И в случае чего нам перекредитоваться не на что. Это говорит только о том, что сегодня планировать серьезные инфраструктурные проекты нам, по сути дела, финансовые возможности не позволяют. Здесь я просто для сравнения скажу, что мы в прежние годы в свое время выбрали кредит на что? На то, чтобы заменить третий трамвайный маршрут, например. На инфраструктуру. Чтобы провести дорогу в поле сихноцемола. А последние годы кредиты берутся, по сути дела, на текущие финансовые расходы. И поэтому очень сложно сегодня планировать вот что-либо. Плюс к этому мы еще заходим, что тоже опасно, мы заходим в расходные обязательства в будущих годах. Это такая как бы спорная позиция. Она может быть у Инатия Шлавовича, я знаю, она другая, что надо в кредит это хорошо. Но в кредит это, конечно, хорошо. Только хорошо ли тем организациям, которые, выходя в Новый год, имея у нас 200 миллионов кредиторской задолженности, люди выполнили работу, а с ними не рассчитаются. Да, сейчас рассчитались, но задержка. Поэтому ситуация макроэкономическая, она, к сожалению, большого оптимизма не внушает. Но можно много говорить о импортозамещении, о том, что нас особо ничего не тревожит. Но, тем не менее, глядя на параметры бюджета, наших возможностей мы все видим. Поэтому в целом работа, конечно, безусловно, была проделана большая. Безусловно, работа проведена удовлетворительно. Вот если бы ставить, например, оценки УДНЕУ, да? Но есть над чем работать. Есть над чем работать. И я, Олег Александрович, немножко возразил бы, вы говорите, когда говорите о том, что хорошо, что в сентябре этого глава администрации не будет, будет очень другой. Я не знаю, хорошо это или плохо. Скорее, плохо, чем хорошо. Потому что, если нет преемственности власти, то мы будем получать те результаты, которые, к сожалению, наш город периодически получает. Когда приходит новая власть, начинает вникать, начинает разбираться, начинает делать ошибки, потом их героически исправлять и так далее. Поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы наш город ушел от этих вот катаклизмов выборных, а развивался динамично и в понятном заданном векторе. И чтобы, выходя сюда вот на трибуну, любой потенциальный кандидат на главу администрации не рисовал здесь воздушных замков и обещаний не давал там несбыточных, а чтобы он выходил и говорил, что я выхожу для того, чтобы реализовывать ту стратегию развития, которую городская дума приняла и по которой надо развиваться. То есть человек, идущий во власть, исполнительный, должен идти под реализацию конкретной, уже наработанной программы. Спасибо. Уважаемый коллеги, Валерий Владимирович, пожалуйста. Пожалуйста. Я есть предупреждательный? Да, пожалуйста. В принципе, хорошо, что у нас есть отчет, что мы понимаем, в каком направлении в 2007 году, как мы идем дальше. У меня есть какие-то соображения, вот на самом деле, я согласен с Виктором Леонидовичем, начать надо с экономикой, а не с того, как мы проводим такие культурные мероприятия. Потому что культурные мероприятия проводятся на деньги бюджета. Поэтому экономика в первую очередь. Я тоже согласен с тем, что у нас, к сожалению, нет из-за мэра экономики. Я считаю, что в ближайшее время нужно в городской думе, совместной администрации осматривать вопрос об изменении всей этой структуры. Еще одно предложение, я его не раз рассказывал, иначе вообще, что нам не хватает. Нам не хватает совместной работы с законодательным собранием. У нас там есть депутаты, депутаты, у которых есть определенный опыт. К сожалению, мы с вами несколько раз договариваемся о совместных заседаниях с главой города и с вами, и, возможно, с заместителями. Но, к сожалению, кроме оперативов, у нас таких совещаний практически не проводится. То есть мы потенциал не используем. Например, я готов для себя сейчас взять переговоры с областью о как раз у тех помещениях, о которых мы говорили. Но такая задача не ставится. Хотелось бы получать от администрации определенные задачи. Кроме тех, которые мы выполняем по округу, по жителям, нужны стратегические какие-то совместные проекты, которые мы будем поддерживать, лапировать в области. Так я поставил оценку удовлетворительно, но пожелание прошу учесть. И в дальнейшем все-таки давайте мы выстроим систему взаимоотношений, потому что получается, что мы не совсем используем наши возможности в области. И вопросы, которые у нас назревают, их нужно решать и в оперативном порядке, и по стратегии, и по экономике, и по изменениям. Во многих вопросах, я считаю, все-таки нужно совместно. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые коллеги, какие будут предложения? Голосовать. Поступило предложение проголосовать в целом проект решения. Проект решения у нас на руках. Вы с ним ознакомлены. Пытается наголосовать. За проект решения принять предлагаемый отчет главы администрации города в результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 2014 год. Опубликовать средства массовой информации, и вступая в силу со дня этого момента, со дня его принятия. Решение принято. Уважаемые коллеги, приступаем к осмотрению второго момента.